Автомобиль с задним приводом и мощным двигателем, наверное, мечта каждого водителя. Но, увы, доступна она не каждому. В сегодняшней нашей программе я расскажу вам о тех людях, которые эту мечту сделали реальностью. С вами я, Дмитрий Лисов, и программа «В движении». Поехали! Комфортный автомобиль бизнес-класс 89-го года, скажем так. Кожаная руль, электронная приборка, то есть, ну, все полный электропакет, стеклоподъемники, кондиционер, то есть, все есть, управление зеркалами. Автомобиль достаточно по характеристикам, по своим, скажем так, спигованный всем, чем можно. Отличается он лишь тем, что он старый просто. Вот и все. До этого было много всяких машин, и немцы, и наши, и как бы выбрал японца. Уже второй японец на данный момент. В этой машине мне нравится то, что, а, очень надежная. Японское качество все-таки ушло далеко от остальных машин. Обычному водителю центральной части России не совсем привычно оказываться за рулем в правой половине автомобиля. Но, тем не менее, люди, которые сделали свой выбор в пользу правого, или, как они говорят, правильного руля, находиться здесь более чем привычно, а, главное, удобно. Найти праворукого японца с механической коробкой переключения передач практически невозможно. Подавляющее большинство автомобилей на автомате. Сейчас я нахожусь за рулем автомобиля 2000-го года выпуска, но он оснащен полностью по последнему слову наших современных дней. Здесь есть буквально все. Мультимедийная система с огромным дисплеем, встроенная навигация, климат-контроль, все датчики и полный электропакет. Я, наверное, затруднюсь назвать какую-нибудь опцию из современных, которой в автомобиле 2000-го года я не смог найти. Запчастями проблем нет, потому что они здесь даже дешевле. Расходные. А почему они дешевле? Они все идут через Москву, даже на Камчатку нам привозили из Москвы. Среди всех перечисленных практичных и положительных качеств оригинальных японских автомобилей, я бы, наверное, выделил самое главное. Это их удивительная динамика и совершенно потрясающая управляемость. Все-таки задний привод и двигатели мощностью в 200 и в 300 лошадиных сил – это что-то. И это, безусловно, стоит попробовать. Данная машина, чем примечательна она и в городе, в принципе, выделяется тем, что у нее стоит немного отличающийся от остальных мотор. Установлен мотор 1JZ-GTE с системой газораспределения UVTI. Установлена одна турбина. Это завод-изготовитель устанавливал уже. То есть заявленная мощность с заводом-изготовителем 280 лошадиных сил. Установлена турбина СТ-15. Но у этой медали, как всегда, есть и оборотная сторона. В руках водителя неподготовленного или неопытного такой мощный автомобиль может стать предметом опасности не только для окружающих, но и для самого водителя. Поэтому, если вы вдруг после нашего сюжета задумаетесь о том, стоит ли вам приобрести такой же автомобиль, подумайте об этом дважды.